30 октября в России отмечают День памяти жертв политических репрессий. У памятника на территории храма Николы Белого прошла панихида пострадавших и убитых с 1918 по 1953 год. За годы советской власти миллионы людей подверглись репрессиям за политические и религиозные убеждения. Их высылали и уничтожали по социальным и национальным признакам. За то, что уровень благосостояния семьи был чуть выше среднего, по доносам, как было и с Василием Андреевым. Мой папа, мне было 5 лет, когда в 1948 году привели его два мужчины с двух сторон, и он сказал, будьте меня арестовали. Ну, маме плохо, а нас было трое детей. Ну, его увезли, а нас выгнали из Москвы в 2-4 часа. Ему сначала дали 5 лет. Он был главным бухгалтером совхоза «Пятилетка». На него написали донос. Не давал воровать. Он был очень честный товарищ. 5 лет заменили расстрелом, потому что бывший фронтовик добивался правды. А потом 25 годами сослали в Сибирь. Но он всё же вернулся домой уже после смерти Сталина. Приехал очень нервный и всегда возмущался, когда говорили «Комсомольск на море» строили комсомольцы. Мы, говорит, его строили. Мы, зэки. Он всегда рассказывал, что раньше царь сажал отдельно политических и бандитов, а у нас все сидели подряд. Папы, в общем, получается, мы не имели. Государство у нас его отобрало. А когда он пришёл, что он пришёл? Больной весь. Разные судьбы. Много горя для нескольких поколений, пострадавших на долгие годы. Пострадали у меня вся семья. И со стороны матери, и со стороны отца. Отец дважды пострадал. В 2015 году, когда был геноцид армян, его мать схватила подмышку и бежала в Иран с ним. Беженка была. Оттуда уже отец перебрался в Ростов к родственникам. А в 1938-м и в Ростове его арестовали. Ну, по подозрению, там, в шпионаже, не знаю. Потому что у него-то паспорт был иранский. Там мать тоже была репрессирована. Её отец, мой дедушка, Политов Пётр Васильевич, был сослан на Беломорканал. Он был протеереем в Тамбовской области. И вот за то, что он был протеереем, его туда сослали. У Валентины Громницкой были репрессированы дедушка и бабушка. Их сослали в Казахстан. У них была мельница. Вот из-за этого получилось то, что хорошо жили. Вот и отправили. Бабушка как рассказывала. Говорит, пришли приехали, забрали деду. И всё. И больше она его не видела. Обычно сотрудники Управления социальной защиты населения организуют для детей и внуков репрессированных поминальный обед. В этом году в условиях пандемии от этой традиции пришлось отказаться. Проводить мероприятия в закрытых помещениях, тем более людям старше 65 лет, просто запрещено. Глядя на то количество, которое пришло сегодня, радует. Радует, что в принципе практически все, кто приходил до этого, тоже пришли сегодня помолиться и вспомнить своих родных. Сегодня в городском округе Серпухов проживают 236 детей и внуков репрессированных. Многие из них общаются и поддерживают друг друга в группе «Мемориал», созданный при Серпуховском доме ветеранов Виталием Помозовым, который тоже был жертвой политических репрессий. Субтитры создавал DimaTorzok